Всем привет! В этом видео покажу вам, как можно сделать телескоп в домашних условиях, которые будут увеличивать изображение в несколько раз, когда вы смотрите в него. Для него не нужно почти ничего, кроме того, что есть у вас дома. Для телескопа вам нужна бумага, увеличительное стекло, иными словами, это фокусирующая линза, рассеивающая линза, это, соответственно, уменьшающая, и скотч. Купить увеличивающую линзу можно в любом магазине канцелярии, а вот рассеивающую нет. Она чаще всего встречается в магазинах оптики, где продают очки и линзы. Чем больше будет диоптрий, тем лучше. Для начала возьмите увеличительную линзу. Нужно узнать ее фокусное расстояние, поскольку на поколках этого не пишут. Расположите напротив вашего окна лист белой бумаги. Теперь возьмите линзу и настройте так, чтобы изображение с вашего окна четко спроектировалось на бумаге. В какой-то момент оно перестанет быть размытым и станет резким. И вот то расстояние, на котором будет находиться линза, есть фокусное расстояние. Также, если у вас есть рассеянный источник света, то можно просто проверить, в каком месте пучок света максимально сожмется. Оберните плотную бумагу вокруг линзы, чтобы создалась труба, к которой подходит линза. Затем намотайте несколько слоев бумаги до того момента, пока корпус не станет твердым. Можно закрепить все клеем, но лучше всего скотчем. Теперь нужно закрепить увеличивающую линзу на корпусе. Но очень важно, чтобы линза была кристально чистой, без отпечатков пальцев и царапин. Иначе будет возникать искажение. Возьмите немного спирта на донышке и протрите им линзу. Теперь с помощью скотча или изоленты приклейте линзу на бумагу. Лучше всего на двусторонний скотч. Получится вот такая вот трубка, но пока ее увеличить ничего не выйдет. Увеличительная линза только фокусирует лучи света. Теперь возьмите минусовую линзу. Их существует тоже очень много. Чем больше диоптрий будет дней, тем лучше. В обычных магазинах можно купить максимум 20 диоптрий. Возьмите еще лист бумаги и смотайте его в трубку. Эта трубка должна быть чуть меньше, чем та, в которой большая линза. То есть она должна свободно в ней ездить, чтобы можно было настраивать увлечение и фокусировку. В эту трубу нужно вставить минусовую линзу. Как правило, они очень маленькие, поэтому придется намотать много слоев скотча. И теперь одна трубка свободно ездит внутри другой, позволяя настраивать фокусировку. На этом телескоп готов. На самом деле, так делал в свое время еще Галилей. И это устройство называется рефрактор. Он с помощью него обнаружил на Луне горы. У Юпитера 4 спутника. Проверил то, что все крутится вокруг нашей планеты с Земля. И обнаружил пятна на Солнце. И все это с помощью такого телескопа. Чтобы узнать увеличение, нужно поделить фокусное расстояние большой линзы на маленькую. Я не измерял увеличение этого телескопа, но оно очень сильное. Он позволяет увидеть людей на противоположном конце проулка. А если их хорошо закрепить и сфокусировать, то можно позаглядить в окна дома напротив. Ну что ж, я надеюсь вам понравилось это видео. Если вы хотите еще самоделок, то ставьте лайф. Ну и не забудьте подписаться на канал. Всем пока!